Роман Цепь Рода познакомит вас с фантастическим миром, вдохновленным мировой мифологией, особенно славянской. Переходите по ссылке, дабы погрузиться в частичку данной яви, а мы начнем. В славянской мифологии есть множество существ, кои отличаются своей привлекательностью и женственностью, при этом оставаясь довольно-таки неоднозначными. Часто они различны в зависимости от территории, на которой обитают, ведь славянские народы многочисленны. В категорию подобных тварей можно отнести шумскую майку. В разных источниках ее описывают вроде как схожим образом, что, мол, это существо имеет два ярких обличия. Первое – это молодая прекрасная дева, как правило, от черной космы, с пышными грудями, ногая или же в белой одежи. Отличительной чертой данной внешности кое-где отмечены длинные ногти. Вот как в романе «Непринятый да непринявший» описывается подобный облик сущности. Простоволосая стояла напротив красота, будто иноземка предстала перед князем. Черный космос головы почти до земли спадали. Белокожа, длинные ногти, нога девы была, и не мог Олег отвести взгляд. Второе ее обличие – старуха с выпавшими зубами. В некоторых источниках с волшебной палочкой в руках. Эта самая старуха в разных источниках также описывается по-разному. Кое-где она страшная и отвратительная, а где-то с остатками былой красоты. Какой облик она принимает перед человеком – нет единого мнения. Кто-то указывает, что лик ее меняется в зависимости от времени суток. Утром – это дева, ночью же – старуха. Кто-то считает, что облик шумская майка меняет, когда хочет. Также в разных источниках, упоминающих ее, указывается, что она может обращаться. Где-то в лошадь, аль свинью, сток сена, корову, собаку, индейку, возможно, козу. И, наконец, перед кем-то предстает и деревянной чуркой. Шумская майка является по основным источникам кем-то вроде хозяйки леса. К людям она относится неоднозначно. Где-то она покровительствует новорожденным и беременным, а где-то может нападать на тех самых новорожденных и детей. К ней обращались порой в заговорах, чтобы извлечь болезнь или забрать плач у младенца. В основном нрав шумской майки, судя по упоминаниям, отличается в зависимости от облика, которое она принимает. Дева дружелюбна к людям, старуха же враждебна. Вот описание второго и ее облика из того же романа «Не приняты, да не принявший». Лисовид из Горблина стоял и не сводил глаз от уродца перед ним. Олег вгляделся и безмолвно к копью потянулся, воткнутому в землю рядом. Урод старухой оказался. Жутко на нее смотреть. Сверкает-то глазами. Беззубую пасть разевает. Хрипит. Озлобленностью пышет. Но то была не ночница. Тех князь немало повидал. Вон пошла, Олег шагнул. Лисовидова прикрыв. Убью ведь, не помилую. Уйди. В ответ уродина молчала. Прекратила издавать хрип. Наконец исчезла так же тихо меж лесных деревьев. Известно так же, то что в обличии девы шумская майка часто соблазняет и заманивают в лес мужчин. В основном указывается, что мужи остаются после встречи с ней невредимы. Но в одном же из источников обращается внимание на как минимум рискованность данного мероприятия. Существует история, как однажды паренек наткнулся на шуйскую майку, кое соблазнило уношу. До ночи он с ней пробыл. Ночью обратил внимание, что та как-то изменилась, но не придал тому значения. И вот на рассвете проснулся и увидел, что обнимает он старуху. Перепугавшись, убежал. Когда отец его расспросил об испуге сына, тот рассказал ему, что в лесу с ним приключилось. Отец же указал, что, мол, сын повстречал шумскую майку и свезло, что парня она живым отпустила, так как брата самого отца от встречи с ней настигла смерть. Вот такая она, неоднозначная, эта шумская майка, существо, рожденное в славянской мифологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok